Сегодня в общественной палате Кемеровской области прошел круглый стол. Тема подготовка квалифицированных кадров для малого и среднего бизнеса. Участие в нем приняли депутаты, руководители департаментов администрации области не только. А одним из инициаторов этой встречи стал член общественной палаты и предприниматель Семен Кочубей. Почему? На этот вопрос мы сегодня и попытаемся ответить, пообщавшись с Семеном Викторовичем. Семен Викторович, у вас есть свой бизнес, а именно мебельный. Сложно ли было начинать и почему именно мебельный бизнес? Как-то так сошлись звезды. Какая-то информация об этом направлении появилась. Какой-то интерес. Как-то все время хотелось что-то делать руками, что-то создавать, что-то такое созидательное. Мебель показала достаточно интересным направлением. У нас был и есть цех. Это было 250 квадратов производственных площадей. Потом через два года мы открыли офис продаж. До этого первые два года мы работали без офиса. Потом работали с офисом на Ленинградском. Ну и в процессе развития у нас уже появлялись сотрудники и уже и подчиненные. И мы все больше и больше становились не только учредителями, но и директорами. Ну а трудности были. Наверное, то, что вообще, когда открываешь дело какое-то, это же все новое, непознанное. Куча ошибок, которые надо обязательно сделать самому. Самому набить свои шишки какие-то, чтобы все это переросло в какой-то опыт и понимание ситуации в дальнейшем. С какими проблемами сегодня вот чаще всего сталкивается малый и средний бизнес? Финанс. Финанс, стартап. То есть нужны деньги. И помимо денег нужна еще голова. Нужно понимать, куда эти деньги тратить и как тратить с умом, чтобы их как-то выгодно уложить, выгодно получить. То есть было две проблемы. Отсутствие опыта как такового. Отсутствие опыта мебели и отсутствие, соответственно, финансовых средств для реализации тех или иных задумок. Вы начали заниматься своими делами в 2002 году. Скажите, вот сегодня проще или, наоборот, сложнее открыть свой бизнес? Ну и да, и нет. То есть, с одной стороны стало легче, с другой стороны, мне кажется, стало сложнее. Сложнее стало в чем? Что все-таки рынок развивается. Многие сферы уже достаточно как бы высококонкурентоспособны. Становятся та же мебель, те же окна, та же ремонт, отделка. Достаточно много. То есть объявлений, достаточно много предложений на рынке. Поэтому новому игроку, скажем так, начинающему предпринимателю будет, наверное, сложнее заходить, потому что уже есть какие-то приоритеты у потребителей, есть какие-то уже имена, какие-то бренды. Даже на местном, на локальном кемеровском рынке. С другой стороны, на сегодняшний момент существует очень много фондов, существует очень много программ государственной поддержки. существует все-таки как-то более информационное поле, что ли, широко. То есть человек сейчас больше информации может получить, больше поддержки за счет государства может получить. И как-то в этом отношении легче стартануть будет. Плюс, соответственно, финансовая поддержка тоже немаловажный момент, что если мы берем 2002 год и сегодняшнее время, то сегодня получить какой-либо кредит, даже пусть если предприниматель возьмет его просто на потребительские нужды для себя, ему гораздо легче, чем, допустим, 8-10 лет назад. Можно ли сказать, что какое-то направление в предпринимательстве может быть наиболее востребовано в Кемерове? Зарабатывать можно везде. На мой взгляд, сегодня зарабатывать можно везде. Вопрос только, сколько трудозатрат придется тебе потратить. Вот если мы говорим, допустим, про мебель, которой близко мне, то мне кажется, что это все-таки область достаточно высоких трудозатрат. То есть очень много проблем, связанных с кадрами, с финансированием, с оборудованием, с комплектующими, с заказчиками, и с невозможностью одномоментным. То есть предприниматель обязан ухватить очень много моментов, в которых он должен разбираться. То есть хочешь не хочешь, он должен понимать что-то и в бухгалтерии, что-то он должен понимать и в системе налогообложения. Он, опять же, должен однозначно понимать процесс, чем он занимается. Ну, вот это достаточно такая трудоемкая отрасль, на мой взгляд. Сегодня в общественной палате состоялся круглый стол на тему подготовка квалифицированных кадров для малого и среднего бизнеса. Вы один из инициаторов этого круглого стола. Скажите, пожалуйста, то есть действительно такая проблема сегодня существует? На сегодняшний момент так сложилось, что после 90-х годов очень много каких-то отраслей появилось достаточно нового. Допустим, производство мебели, производство установок пластиковых окон. Что касается ремонта и строительства, тоже какие-то появились новые материалы, новые направления. Вентиляция абсолютно новая сейчас, как бы все. Электроснабжение абсолютно новое сейчас требование и все. И на все на это сегодняшняя система образования, к сожалению, не готовит квалифицированных кадров. Она не то, что их не готовит, она даже не может предложить какую-либо программу. То есть если мы говорим о производстве мебели, допустим, вот у нас в городе, например, существует сейчас порядка 156 разного рода организаций, которые занимаются производством и изготовлением мебели. Они изготавливают ее на территории города, восстанавливают, соответственно, жителям нашего города, как правило. То есть мы все с вами являемся потребителями данных услуг. И я могу сказать, что ни на одном из этих 156 предприятий нет ни одного человека, который закончил бы профессионально какое-либо училище, колледж, техникум, который бы подготовил именно с дипломом, отметки, что там мебельщик, скажем так, назовем это. То есть чтобы у него в графе стоял мебельщик или там оператор какого-то станка. Такого нет. То есть это все люди-самоучки. А почему возникла такая проблема? Ну, какая-то демографическая ситуация и приоритет у современной нынешней молодежи все-таки получение высшего образования. То есть вот этот дисбаланс, который появился у нас в советские времена, он до сих пор растет. То есть все меньше идет востребованность у нас рабочих профессий, все больше идет у нас не востребованность, а, скажем так, приоритет молодые люди отдают не рабочим профессиям, а именно профессиям с высшим образованием, как это связано. Тем более возможности получить высшее образование сейчас стало больше, а рабочей профессии при стирии стало меньше. Какой у людей должен быть основной стимул для того, чтобы получать рабочую специальность? Деньги. Деньги. Должно быть это... Человек должен быть замотивирован идти на такую профессию, он должен получать соответствующие деньги за свой труд, потому что хороший специалист должен получать хорошие деньги. А сегодня бизнес готов обеспечивать достойную оплату для людей, вот, рабочих специальностей? Я знаю, что, допустим, в мебельной отрасли можно зарабатывать, человек рабочих профессий, допустим, изготовитель или установщик мебели, он может получать до 50 тысяч в сезон. Ну, имеется в виду хорошие месяца, высокоприбыльные для отрасли, это осень, начало зимы, то есть человек, да, человек с руками и с опытом, и с желанием зарабатывать, сможет зарабатывать до 50 тысяч рублей. Я слышал также, что кто занимается установкой окон и производством, тоже сейчас многие предприятия уже как бы... Предприниматели готовы платить хорошие деньги, я могу сказать, что предприниматели... Но предприниматели хотят за эти деньги получать соответствующее качество работы, они хотят быть уверены в человеке, а на сегодняшний момент такой уверенности ни у кого нет. А как вы считаете, вот процесс подготовки кадров должен проходить? Тут должна быть слаженная работа, наверное, всех заинтересованных лиц, то есть это же должны... И сами предприниматели должны прилагать какие-то усилия, то есть организовать какие-то учебные центры, привлекать, создавать условия, средства массовой информации. Вот вы в том числе должны наверняка популяризировать рабочую тему и рассказывать о том, какие вообще варианты есть на рынке, потому что тоже же нет информированности у подрастающего поколения на тему того, куда и что, как он может пойти податься. У администрации должна тоже, соответственно, быть какая-то четкая, ясная позиция и какая-то целевая программа по тому, каким образом у нас должны складываться именно кадровые, скажем, резервы и кадровой политикой в области и в стране в целом. Ну и последнее. Какой совет или три основных, может быть, совета вы дадите начинающим предпринимателям? Не бояться, не отчаиваться, верить в себя, подходить ко всему взвешенно, не принимать резких решений каких-то, и все получится. Семен Викторович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Закончить нашу сегодняшнюю беседу хотелось бы цитатой Стива Джобса. Думаю, кто это объяснять не стоит, как, в общем-то, и рассказывать об успехе компании Apple. Так вот, руководитель и основатель этой компании сказал следующее. Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они говорили, что делать нам.